Российская армия обстреляла Киев 7 февраля предположительно гиперзвуковой ракетой «Циркон». Об этом заявили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз и показали видео найденных обломков. На них эксперты обнаружили маркировку 3М22 и детали, которые характерны именно для этой ракеты. Другие отметки на обломках указывают на дату производства ракеты – конец 2023-2024 год. То есть совсем недавно сообщили украинские специалисты. Российские производители заявляют, что гиперзвуковая ракета «Циркон» может развивать скорость более 9 тысяч километров в час и поражать цели на расстоянии до полутора тысяч километров. Ее испытания начались еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Это оружие регулярно расхваливала российская пропаганда. По, скажем так, точности наведения, ну там буквально сантиметры. Сантиметры? И это касается в том числе и «Циркона»? «Циркона», да. То есть если стоит перекрестье, можно вот как снайпер попасть в перекрестье? Практически да. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. Вот это вот, если не в этот подъезд, то в соседний сточек летает. Это вполне достаточно, чтобы дом рухнул. 7 февраля российская ракета «Циркон» предположительно упала в Днепровском районе Киева. Фото в тот день опубликовала национальная полиция. Упала ли ракета сама или ее сбила украинское ПВО, пока неизвестно. Но своей цели она точно не достигла, считает военный эксперт Валерий Рябых. Либо она все-таки, скажем так, летела и есть проблемы с системой наведения. И, в принципе, она закончила свой путь благополучно для украинцев и упала в относительно безопасном месте. Но нужно сказать, что это было непосредственно в близости с жилыми районами. И тут любое отклонение могло перевести в большой трагедии. Либо, конечно же, на нее было оказано воздействие при помощи тех же противоракетных комплексов. В настоящее время среди известных носителей «Циркона» фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Севродвинск», которые базируются далеко на севере, откуда ракета не могла долететь до Киева. Украинские эксперты считают, что пуск 7 февраля был произведен с юга из модернизированного берегового ракетного комплекса «Бастион». Если это так, это может быть исследовательский пуск, такой, как бы, и тест, и по украинцам бахнуть. С района Крыма или Кавказского побережья России, Краснодарского края, грубо говоря. Если это действительно так, то эти удары могут повториться. В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз утверждают, что российская ракета «Циркон» не соответствует заявленным техническим характеристикам. Каким именно и почему эксперты обещают сообщить после дальнейшего исследования. Алексей Продайвода и Николай Рыщенко. Настоящее время. Украина.